Схема, по которой работают так называемые алкотакси, привозящие горячительные напитки в долг, проста. Во время ограничения на ночную продажу алкоголя фирма предлагает заключить договор о займе, согласно которому заемщик одалживает, например, литр водки и два литра сока, оплатив залог примерно в 20 евро. Взятый в долг алкоголь человек должен вернуть к 11 часам утра следующего дня. Некоторые фирмы также именуют себя предприятиями общественного питания, поскольку именно в них продажа алкоголя разрешена круглосуточно. Тогда к бутылке водки добавляется и закуска. Департамент защиты прав потребителя начал борьбу с подобными учреждениями год назад, сделав предписание фирме Daily Solutions OEU прекратить деятельность. Фирма оспорила и это решение, однако в сентябре окружной суд постановил, что предписание остается в силе. Ну и поскольку предприятие это решение в государственном суде оспаривать не стало, то теперь решение вступило в силу и свою деятельность фирма прекратила. Пока еще законодательство не совершено и оставлены лазейки для подобной ночной деятельности, но одно теперь точно известно – в долг алкоголь давать запрещено. Мы стали наблюдать за деятельностью подобных фирм с тех пор, как они открылись после запрета на ночную продажу алкоголя. Поскольку подобные предприятия просто нашли лазейки в законе и нарушают его, несмотря на официальный запрет, мы сделали предписание одной из фирм, которая даже оспорила его в суде, попытавшись доказать законность своей деятельности. Но поскольку теперь у нас на руках есть постановление суда, то можно с уверенностью сказать, что давать алкоголь взаймы незаконно. По словам Ханны Турецкий-Томик, насколько известно Департаменту защиты прав потребителя, на данный момент официально ни одна фирма не занимается услугой по предоставлению ночного займа алкоголя. Однако в интернете существует большое количество специальных номеров телефонов, по которым призывают звонить в ночное время, если хочется выпить. Более того, на одной из страниц в Фейсбуке стоит сегодняшняя ссылка на статью о незаконном прокате алкоголя в ночное время со словами «Читай и удивляйся, мы по-прежнему работаем, звони». На это специалисты Департамента говорят, что каждый случай требует индивидуального рассмотрения, и инспекторы остаются на чеку и бдят за рынком ночных алкотакси. По всей видимости, решение суда по поводу одной фирмы не является показанием для других до тех пор, пока не будет изменена законодательная база, для чего потребуется немало времени.